Слава Украине! Героям слава! Привет всем от Полонского! Интересные новости сейчас приходят из Соединенных Штатов Америки. Это буквально молния и, собственно говоря, сообщение последних минут. Сообщает Reuters, агентство, которое шутить не любит и которое обычно оказывается точным в своей информации. Так вот, Соединенные Штаты достигли предварительной внутренней договоренности. Имеется ввиду республиканцы, демократы, одобрено со всех сторон о выделении Украине дополнительной помощи в размере 12 миллиардов долларов. Да, вы не ослышались. 12 миллиардов долларов для Украины. Еще совсем недавно, мы все прекрасно знаем, что американцы выделяли 40 миллиардов, в основном на военную помощь, из которых, конечно, часть пошла. Это не были 40 миллиардов чисто для Украины, там оно шло и на зерно, и на... То есть, все, там были 40 миллиардов, скажем так, на комплекс проблем, вызванных российской агрессией в Украину. И вот те 40 миллиардов, они так постепенно подходят к концу, не путать с ленд-лизом, это совсем другое. И вот эти 12 миллиардов тоже не надо путать с ленд-лизом, это другое. Так вот, эти 12 миллиардов выделены, почему? Потому что Россия проводит незаконный этот недореферендум свой. И американцы сразу же сказали, что они на это ответят сразу же, немедленно увеличением помощи Украине. И вот видите, они не стали шутить, они не стали тянуть кота за хвост, судя по всему, что Конгресс, как республиканцы, так и демократы, пришли к выводу, что эта помощь Украине необходима, и необходимо немедленно, 12 миллиардов долларов мы получим. Пока что не конкретизируется, на какие конкретно программы, на какие конкретно цели. Опять-таки, не надо путать с ленд-лизом, потому что помощь, это безвозвратные деньги, которые мы получаем. Это помощь. Что же касается ленд-лиза, там другая ситуация, кто не знает, я в двух словах опишу. Ленд-лиз, это военная помощь на время войны, которая подразумевает собой, так скажем, сдачу в бесплатную аренду определенного военного оборудования. Например, нам дают танки, самолеты, снаряды, да что угодно, расходные какие-то материалы, шинели, пуговицы. Все, что угодно, все, что хотите. Обмундирование, еду. То, что будет использовано, или то, что придет в негодность, будет уничтожено во время боевых действий, за это платить не надо. То, что после окончания боевых действий не потеряет свои ценности в какой-то степени, и будет возвращено в Соединенные Штаты лизингодателю, за это платить тоже не надо. То же, что не будет разбито, но останется нам после окончания войны, за это надо будет заплатить Соединенным Штатам Америки. Вот, собственно говоря, что такое ленд-лиз. А помощь, это помощь. То есть, вот эти 12 долларов, 12, извините меня, миллиардов долларов, это помощь. Пока что к ленд-лизу отношения не имеет. Кот сказал няу, значит пропечатано, значит правда. Слава Украине!